2 февраля текущего года Московский городской суд вынес постановление о выдворении из России журналиста новой газеты гражданин Узбекистана Худоберди Нурматова, Али Фирус, с предоставлением возможности выезда в третью страну. Данная новость была размещена на первых полосах ведущих как российских, так и западных СМИ, в том числе на сайтах международных правозащитных организаций. 15 февраля Али Фирус в сопровождении приставов был доставлен в Московский аэропорт Шереметьево, откуда вылетел в Германию, а 20 февраля в интервью российскому независимому телеканалу «Дождь» он заявил о том, что Германия предоставила ему за короткий срок статус беженца, и в ближайшие дни он получит соответствующие документы. Кроме того, Гетингенский университет предложил ему заняться исследовательским проектом о беженцах из Сирии. Напомним, что летом 2017 года внештатный корреспондент новой газеты Али Фирус был задержан сотрудниками полиции возле редакции издания, заключен под стражу, после чего началась процедура его экстрадиции в Узбекистан. Таким образом, после полугода заключения журналист оказался на свободе. Примечательно, что Худоберди Нурматов является представителем ЛГБТ-сообщества, о чем он неоднократно упоминал в своих интервью различным СМИ. Он в очередной раз подтвердил это 28 февраля в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. На вопрос, каково ваше отношение к религии сейчас, он развернуто ответил. Сейчас я атеист. Это был очень долгий такой тяжелый путь для меня, морально-психологически тяжелый путь. Наверное, таким вот толчком, сомнением в вере это стало то, что моя гомосексуальная ориентация. Когда я начал понимать то, что мне нравятся мужчины, помимо женщин, вот, и я начал, ну, как бы изучать, что же говорит вот моя вера по этому поводу. И, ну, в исламе, как бы, это такая очень острая тема, и религия говорит то, что таких людей нужно побивать камнями, и их нужно убивать, уничтожать. И я очень долго сопротивлялся, я пытался вылечиться, то есть от гомосексуальности, ну, стать нормальным человеком. Вот. Ну, в какой-то момент я понял то, что на самом деле это не болезнь, и то, что мне нет необходимости лечиться от этого, и то, что, да, я буду так жить, и, ну, как бы, надо с этим смелиться мне, не пытаться вылечиться, то я начал уже, ну, более глубоко ставить под сомнение лобма религии. И я начал понимать то, что религия, это является неким институтом, который, как бы, контролирует людей, да, институт контроля над людьми. И я начал сомневаться, что вообще существует. Смотрите, в прошлой жизни. Напомним, что освобождению Али Фируза предшествовала многомесячная акция, которую ввели совместно российские и иностранные журналисты, правозащитники, блогеры, представители творческой интеллигенции, звезды шоу-бизнеса и даже представители иностранных правительств, выступавшие против депортации в Узбекистан журналиста «Новой газеты». Я прошу дать свободу этому человеку и позвольте ему выехать в любую третью страну мира. Свободу Али Фируза. Свободу Али Фируза. Я просто категорически требую свободу Али Фируза. Петиция в его поддержку собрала более 55 тысяч подписей. В информационном поле формировалось ощущение, что весь мир встал на защиту журналиста. Но, несмотря на все это, компания достигла своей цели не сразу. По всей видимости, узбекско-российские тайные договоренности по выдаче разыскиваемых Узбекистаном лиц делали свое дело. Какой-то генерал, который может командовать полицией. Где-то он работает, видимо, выше, чем полиция. Видимо, пообещал такому своему узбексскому коллеге. Какой вопрос! Рассказывал главный редактор новой газеты Дмитрий Мурадов на общероссийском гражданском форуме о сложностях с освобождением Али Фируза. У человека, не посвященного в тему отношений между Россией и странами Центральной Азии по поводу выдачи преследуемых по политическим мотивам беженцев, может возникнуть ощущение, что попытка депортации Али Фируза в Узбекистан нечто из ряда вон выходящее. Явление, которое привлекло защитников именно из-за самого факта несправедливости. А не состоявшееся в выдворении журналиста торжество справедливости и законности. Так ли это? На самом деле, выдача России беженцев из стран Центральной Азии является многолетней практикой, которая реализуется как законными способами депортации и экстрадиции, так и незаконными способами. Российские силовики просто передают узбекским и таджикским спецслужбам человека, который впоследствии оказывается в тюрьме у себя на родине. Якобы он добровольно пересек границу и вернулся домой. Более того, в России на сегодняшний день происходит беспрецедентная практика. Представители спецслужб стран Центральной Азии вопреки любым процедурам посещают заключенных соотечественников и пытают их, требуя дать необходимые силовикам показания. Естественно, что практически все подобные случаи касаются тех беженцев из стран Центральной Азии, которые разыскиваются на родине за исламскую политическую или проповедническую деятельность. За последние 15 лет из России на растерзание спецслужбам Центральноазиатских стран, в первую очередь, конечно, это Узбекистан и Таджикистан, переданы сотни людей, запытанных и убитых в итоге азиатскими тиранами. А то, что ожидает заключенных в узбекских тюрьмах, сегодня общеизвестно, жесточайшие по своей извращенности пытки, постоянно продлевающиеся сроки заключения к заражению туберкулезом и ВИЧ. В интервью Deutsche Welle директор Amnesty International по Европе и Центральной Азии Йон Дальхейсин разъясняет, каким образом происходит выдача политических беженцев в страны Центральной Азии. Стандартная процедура выглядит так. Тот или иной человек, чьи выдачи требуют Узбекистан или Таджикистан, обращается в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с просьбой остановить процедуру выдачи до слушания его дела. Суд выносит такое решение, то есть просит не выдавать заявителя в страну, где ему грозят пытки. Вскоре после этого российские миграционные службы решают отпустить задержанного. Он освобождается и пропадает. Спустя какое-то время он появляется снова в следственном изоляторе, например, в Таджикистане. Невозможно себе представить, чтобы это происходило без тесного сотрудничества российских спецслужб и спецслужб стран Центральной Азии. За последние два года были как минимум десятки таких случаев. В девяти из них это происходило в России после вынесения решения ЕСПЧ. Речь идет не о тайной программе похищения подозреваемых в терроризме, как это делали США после терактов 11 сентября. Это происходит на глазах у международного сообщества. И все это не является секретом ни для кого. И журналисты, и правозащитники, и правительства западных стран все прекрасно об этом осведомлены. Но почему же все эти преступления не вызывают никакой реакции с их стороны, а на защиту Алифируза они встали единым фронтом? Почему о тех политбеженцах, которые одновременно с Алифирузом ожидала экстрадиция на родину, пеклись только немногочисленные активисты и адвокаты, которых можно пересчитать на пальцах одной руки? Простых активистов, журналистов они выходили с пикетами. Почему сам Алифируз, выйдя на волю, даже не заикнулся о том, что происходит в России с политэмигрантами из Центральной Азии, как нещадно их высылают на верную смерть в Узбекистан? Ответ очевиден. За Алифируза вступились не потому, что в отношении него была совершена несправедливость, а потому, что он является бывшим мусульманином, геем, либералом, словом, является собой образец того, каким на Западе хотят видеть мусульман, предавшими свою религию, культуру и историю, забывшими свою миссию и роль в мире. Осознал свою гомосексуальность. Причем Алифируз не единственный подобный экземпляр, за которого вступился так называемый цивилизованный мир. В 2017 году российские либералы, а следом и иностранные СМИ, широко освещали преследования в отношении геев в Течне. Так, что даже президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Меркель и госдеп США обратились к Путину с требованием прекратить эти преследования. Также широкий резонанс вызвал интервью американскому журналу Time Мафсара Эскерханова, гея, обижавшего из Чечни и получившего убежище в Германии. В интервью он рассказал о преследованиях в отношении геев в Чечне. Таким образом, мы были свидетелями еще одной международной кампании только в данном случае. Кампании по защите геев в Чечне. В той Чечне, где Кадыров жестоко расправляется с любым несогласным, где молодежь убивает просто за так называемые ваххабистские взгляды. Где кадыровцы зверски мучают каждого несогласного с преступлениями Кадырова, и это совершенно никого не беспокоит ни на Востоке, ни на Западе, ни в России. Я хочу вам доложить, что эти провокационные статьи, которые... Ну, как вот Алифирус, да. Алифирус – это уже не просто имя человека. Теперь это символ двуличия всего западного мира и либерального лагеря. Лагеря всегда готового костьми лечь для защиты вышедшего из религии гея и одновременно нарочно молчащего по поводу уничтожения тех, кто казался преследуем за стойкость в своих исламских взглядах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова